всем привет давно не виделись наконец-то youtube заработал без ютуба тяжко не рассказать что происходит нашем доме а в нашем доме происходит много ближайшее время выложу еще несколько хороших таких роликов познавательных о том о нашем доме вот и как его содержит управляющая компания продолжится такая рубрика а сейчас хочу поговорить о наболевшим в общем что происходит в общем смотрите мы с вышли на новый уровень с наша война с управляющей компанией за наш дом вышла на новый уровень сначала мы бились внутри дома с ними бились с живыми и и лакеями которые засели в нашем доме и отстаивать помогали потом мы бились с ее сотрудниками состязались там дрались у нас во дворе на собраниях глотки рвали вот бились тьмой которая и мраком был покрыт покрыт весь беспредел управляющей компании и все это мы победили мы победили мы отстранили ненужных людей совета дома мы прогнали председателя с 30-летним стажем в жкх ставленника у к и теперь мы саму компанию прогнали все люди не доверяют люди не голосуют люди не подписывают им бюллетни бюллетень это документ мы это осознали мы это поняли не подписали они умылись к ворума не набрали хвост поджали и что они сделали они петь потянули нас в суды они используют своих юристов как я уже и говорил об этом раньше что юристы управляющей компании наняты и содержащиеся за счет жителей за счет собственников домов они там направлен они там существуют их миссия защищать управляющую компанию от самих собственников под самих жителей направлять судить самих жителей отказывать во всех их правах самим жить и жителям отказывать во всем юристы управляющей компании не для того чтобы жителям с юридической точки зрения помогать нет для того чтобы управляющая компания была сильная подкована и могла каждого простого жителя такого как я заткнуть за пояс с точки зрения закона вот у жителя нет такого ресурса взять там нанять жители жители они узконаправленные у всех специальности юристов среди них мало вот и поэтому жители не могут состязаться с управляющей компанией особенно один на один а это большую по большей части так и происходит жители разобщены каждый живет своей конуре и то что за дверью это не мое хотя это твое общее домовое имущество весь дом принадлежит жителям вот купили квартиру вы еще купили и часть общедомового имущества вы за это заплатили вы этим владеете и вы имеете право на голос распоряжаться этим сообща жители об этом не знают им никто об этом не говорит а управляющая компания все знает она знает свои права и знает права собственников собственников права она умалчивает а про свои отстаивает насмерть потому что это ее хлеб с икоркой вот и поэтому вот сейчас мы вышли на новый уровень управляющая компания потащила нас по судам пока ютуба не было я там в рутубе создал канал но этим надо заниматься канал раскручивается годами поэтому там не знаю подписчиков 18 сейчас есть в общем это трудно вот и в общем я рад что на youtube вот есть возможность вернуться в общем потащила нас по судам сейчас уже прошло третье заседание вопрос в чем вопрос в том что они нашли одну из наших собственниц которая даже во время голосования собственницы не было вот она и сейчас собственницы не является ее в общем ее ее мужа отец умер на новую там в январе мы его похоронили мы наши жители добрые порядочные люди культурные они скинулись деньгами и похоронили николая носова вот и наследник стал его единственный это внук внучка вот а у внучки есть мама мама как бы описать эту женщину в общем я ее ни разу не видел в жизни и мало вообще кто ее здесь видел здесь и она жила здесь совсем очень давно еще в ее молодости некоторые жители ее помнят с положительной стороны конечно таких нету чтобы но я не буду ее обсуждать ладно кто знает тот знает в общем эта женщина она сейчас стала представительницей малолетнего ребенка вот и в общем она вступила в сговор с управляющей компанией и просто расписывается только она ни разу не пришла ни на одно заседание никто ее не видит она не живет в нашем доме но вот судится активно судя по всему у женщины денег лишних нет потому что она даже даже домофона не может попасть звонит там жителям чтобы ей открыли дверь домофон стоит 145 рублей в месяц и ключ стоит 250 рублей у нее видимо средств нет на это поэтому она звонит по ночам соседям будет их и просит открыть ей дверь вот но зато завидной завидной такой щедростью она у нее на заседаниях посещают сотрудники ука адвокат тоже бывший сотрудник ука сейчас не знаю она работает или нет но она бла бла кого вот она ольга геннадьевна баблакова юрист консультант 20 тысяч рублей стоят ее услуги 49 лет возможен переезд другой город опыт работы 30 лет специалист по работе с населением о жил коммунхоз это вот сентябрь двенадцатый год продолжаю работать разрабатывают принимаю участвую в разработке сущефе на так принимая участие в работе позади так подготавливаю совместно с другими подразделениями предложения возьми так 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 участвую в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензии вот вы придете управляющую компанию говорите у меня холодная батарея я замерзаю помогите они скажут у вас батарея не та которая должна быть верните все как было по проекту кто если не вернете мы вам еще выпишем штраф и вы назад заплакав уходите с холодной батареи домой вот баблакова она как раз занимается вот такими она вам обоснованно ответит что вы должны оставаться с холодной батареей вот специалист по социальной работе да да конечно социальная работа у нее хорошая вот она сейчас топит наш дом просто вот наплевав на волеизъявления наших жителей на их желание у нее в руках лежит 120 наших бюллетеней 120 голосов нашего дома которые кричат мы не хотим с управляющей компания быть мы хотим сами управлять дома а в облакова нас таскает по судам глубоко в суде рассматривается огромной лупой наши документы и пытается аннулировать иска и заткнуть рот всем нашим жителям поэтому вот такая социальная у нее позиция она сотрудница была жилка монхоз это когда называлась сейчас сибирский город она там сотрудница по по вопросам в общем в общем именно вот ее работа и заключалась в отфутболивание собственников которые приходят с претензиями вот она грамотно их отфутболивала вот это ее работала сейчас она нам на и эту носову представляет у нас суде вот в общем что как идет дело то есть они ломают спектакль то есть запрашивают документы то есть протянули вот уже сколько времени они запрашивают документы в стройнадзоре хотя все эти же документы они есть где жкх но они запрашивают стройнадзоре оригиналы просят там все такое вот и вот это было 32 заседания на третье заседание они еще принесли такую кипо на листов пять или шесть там замечаний ошибок там всякие ошибки орфографические ну то есть они там сидели вот с такой лупой разглядывали каждый бюллетень наш разглядывали реестр разглядывали протокол оповещения собрать все полностью вот с такой лупой сидели юристы всей управляющей компании я думаю не один день и составили целую книгу вот недочетов и просят аннулировать наш протокол вот я человек простой я ли у меня нету юридического образования вот первые два заседания я просидел просто не тяти не мять его знаете вот разговариваю же сижу с вами могу что-то сказать да захожу туда вот как на язык гирю повешал просто ничего не могу сказать я не знаю что мне говорить я не понимаю о чем речь идет мне мне уже судья судья кстати она вызывает у меня симпатию хорошая женщина она она уже вот на третьем заседании она говорит вы должны защищаться где ваши документы где ваши объяснил вы мне на бумаге напишите все вы должны защищаться понимаете а я сижу ну вот как и мы большинство и все ну в общем что рассказала нашим жителям как проходят эти судебные заседания а это эти то там юрист от управляшки потом представитель от управляшки они документы несут что-то запрашивают там у них работа идет я понимаю что каждое заседание это качка лодки влево вправо влево вправо я понимаю что если что-то не начать предпринимать эту лодку просто раскачают и меня в воду а вместе со мной и дом как титаник пойдет на дно на то же дно откуда мы пытаемся выгребсти откуда мы пытаемся выплыть наверх воздуха глотнуть а нас раз за ногу этот черт этот истины копыта все в ракушках такое знаете по заросшая этими кораллами и пытается нас тащить назад вот вот мы пытаемся выгрести надо что-то предпринимать надо новый надо осваивать новый вид обороны в этом судебном заседании мы обороняться должны потому что не мы его инициировали я ответчик вот или истец я отвечу да я с меня спрашивают меня хотят наказать в общем причем уже не первый раз меня один раз уже наказали то есть заключив в подвале они все-таки шелкнули мне 6000 включили их в оплату же кого и положили арест на квартиру вот и все сейчас если мы проиграем этот суд то есть там вот это носово она раздала всем доверенности которые стоят денег она сама действует по доверенности в интересах ребенка она кто исходит на заседание там эти юристы и и то есть это все денег стоит это уже там десятки тысяч если мы сейчас проиграем мы не просто по нам аннулируют наши но не тсж а наш протокол аннулируют но еще и на меня опять еще десятки тысяч положат долгов я буду оплачивать вот этой носовой не буду называть кто она есть на самом деле но она знает она знает кто она такая и жители знают об этом это самое главное ей тебе носова тебе жить с нами в одном доме я тебе это просто ну в общем короче они нас пытаются топить мы должны освоить новый вид обороны мы много выдержали и здесь мы должны одержать победу правда на нашей стороне жители на нашей стороне а значит есть шанс отбиться если здесь отобьемся следующее будет будет обороняться у камы а вот нам надо овладеть этим делом в общем что сказать короче мы нанимаем юриста тоже готовимся к заседанию готовим документы на все у нас есть ответы мы не мошенники мы не обманывали никого мы делали все честно и все недочеты которые есть они связаны лишь с нашей неопытностью с нашей не компетентностью мы только учимся мы учимся в боях с противником который имеет 400 домов по своем счету сотни миллионов десятки а может сотни судов юристов и все такое вот с ним объем ся на ходу на ходу хлещемся и учимся изучаем тактику ведения боя делаем выводы и применяем это в общем сейчас нанимаем юриста юрист готовит договор я в группе жителям обо всем рассказал что если просто так продолжать сидеть то нам конец все нас раскачают и утопят жители возмущены они не хотят этого потому что многие участие в этом принимали многие понимают что это будет если что будет вот назад назад лука эти что будет все замки везде повиснут информация оборвется связь вот это ниточка жизни они начнут опять здесь чинить что хотят территория все будет брошенным все поэтому нельзя этого допускать и что будет если мы все-таки отобьемся тоже жители знают каждый день я об этом говорю мы рассказываю разговариваем о перспективах они есть они есть жизнь будет лучше это сто процентов она будет лучше не сразу со временем но это будем мы менять эту жизнь к лучшему это наш дом нам только мы можем делать собственный дом хочешь сделать хорошо сделай сам вот в общем надо биться поэтому нанимаем юриста юрий сейчас готовит договор о сотрудничестве я сделал уже клич в группу о том что деньги понадобятся и вот сейчас уже как минимум надо 11 тысяч рублей для того чтобы юрист подготовил документы все как она там называется ходатайство что ли и но в общем все там все это разложить как надо и по присутствовал на самом суде потому что я туда захожу у меня язык я не то что волнение конечно тоже присутствует но я просто не знаю что говорить там свой язык там свои слова термины я их они мне не знакомы поэтому я не знаю что мне я не могу вообще себя вести как-то вообще нормально говорить что-то ничего не вопрос сижу и молчу вот поэтому юрист поприсутствует все это сделать тем более тем более этого это важно тоже что выиграв этот суд а у нас есть все основания все перспектива есть что мы его выиграем потому что я еще раз беру правда на нашей стороне в принципе все сделано так как надо сделано какие-то ошибки есть мы их исправим и для суда тоже мы их исправляли для стройнадзора все стройнадзор у его это устроила он объявила при остановке и 30 дневном 30 дневном рабочих 30 дней ну как расследование или что но это стандартная процедура перед тем как дом вычеркнуть из лицензии рука вот поэтому стройнадзор налоговая инспекция мы их удовлетворили полностью то есть все они с нами согласились изучили точно также все наши документы все подробно было перебрано все подсчитано все всех все устроил сейчас мы также нам надо поработать судом доказать суду что мы честные люди что мы на свой дом не хотим никакой там у нас нету коммерческой какой-то составляющей врать там что-то приписать себе мы просто обычные жители дома которые хотим хотят навести порядок доме вот и все коротко говоря поэтому отсюда чтобы это доказать нужен специальный человек потому что суд это такой орган тоже серьезный и у него свои там все эти дела и поэтому на своем на их языке надо говорить вот так что так но сейчас слава богу youtube работает буду держать вас в курсе событий управляющая компания в общем вот так вот действует вот такими мерзкими методами не хочет отдавать дом на жителей мнения она плевала на наши голосования на наши билетни ей плевать она хочет нас уничтожить растоптать мы вот сейчас сидим у нас уже третью неделю мы сидим без горячей воды и холодные полотенчики у нас сгорел насос циркуляционный насос который стоит на гвс они нам они ставят они говорят что у вас сделали капремонт насос это должен вам подрядчик поменять нет сначала две недели две недели они вообще никак не могли констатировать смерть этого насоса хотя я им об этом сказал через два дня после того как у нас проблемы начались через два дня потому что были выходные мы сразу с андрюхой на следующий день поняли что насосу кирдык начали у меня есть заявки и мы начали заявки две заявки сделала две недели потребовалось чтобы они сюда прислали своего инженера все это время люди сидели с холодными полотенчиками горячей воды он посмотрел да он сделал попытался нам сделать отопление поджал чтобы с отопления вода хлынула больше с большим давлением гвс но изменилась температура на улице стало холоднее автоматика открыла кран еще больше и произошла опять разбалансировка мы опять сидим с холодной водой а у к нам говорит это подрядчик но мы напишем им письмо то есть им плевать им плевать на наши голоса им плевать на то что мы сидим с холодной водой деньги то она получает деньги деньги то где деньги мы им отправляем каждый месяц и все и у них все хорошо их цель достигнута главная цель управляющей компании это прибыль все остальное это возня это возня это рутина это юрист это жители туда пошел сюда нет это вам не надо это ваши хотелки до свидания вот так они живут а денежки вот мы с ними третий год бьемся вот за три года сколько денег уже заработали они то продолжают кушать и пить вкусненько все у них хорошо а мы без денег все в проблемах с ними бьемся дом наш ветшает сидим безу то без воды то без света то еще без чего подвал заливает то фекалиями то дождевыми водами с крыши все текет но двери он еле уже я не знаю эти двери это вообще входные группы разваливаются все в общем проблем много вот короче судиться начали мы с ними теперь мы с нами перешли в судебную плоскость вот эту вот еще раз хочу сказать тем кто говорит если были тсж и а были было много тсж если было выгодно а я вам скажу по-другому а вы попробуйте тсж организуйте попробуйте вот и вам придется перейти через все то что мы прошли три года канал можно посмотреть там это конечно на канале не все в общем правосудие наша на него надежда глаза закрыты объективно все взвешивается и рубит вот этим мечом управляющую компанию от башки и до самой жопы чтобы все потроха вместе с дерьмом вывалились на асфальт все мы на это надеемся буду держать вас курс событий скоро я выложу еще хороший ролик по вентиляции в каком состоянии в нашем доме вентиляция сейчас зима впереди без вентиляции жить будет просто невозможно то что окна закрыты двери закрыты холодно дома тепло нужна вентиляция у нас в доме не у всех есть вентиляция почему какие проблемы как устроена наша вентиляция в следующем ролике вентиляция